Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что в последнее время происходят в стране какие-то события чудесные. И, соответственно, это влияет на наши с вами инвестиции. В частности, брокер открытия поглощается ВТБ, банком ВТБ, и, в частности, ВТБ инвестиции его заменят. В связи с этим, как будет осуществляться переход, что будет с нашими активами и так далее, и тому подобное. Ну, наконец, появляются какие-то новые сведения дополнительные. Естественно, ваши активы никуда не пропадут бесследно, но с ними, безусловно, произойдут какие-то изменения. Об этом сегодня и поговорим. Смотрите, я на днях встретился с своим менеджером в открытии брокер. Он мне пояснил следующее. Ну, во-первых, с самого начала. Смотрите, я уже сказал, что будут изменения. И мы можем с вами либо их принять как должное, и, соответственно, мы можем их не принимать. Что тогда делать? Если вам не нравится то, что происходит, если вам не нравится то, что ваши активы перейдут в ВТБ инвестиции, ну, сообщите, пожалуйста, мне, потому что, ну, я буду искать варианты, что же делать. Мне это тоже, в общем, далеко не все нравится. Я буду искать альтернативы и расскажу об этом вам, в частности, ну, и, наверное, буквально в следующем письме. Сообщите мне, пожалуйста, об этом либо через Телеграм, либо другими какими-то способами. Я постараюсь учесть ваши пожелания, если их будет достаточно много. Вот, и я уже веду переговоры с другими брокерами, смотрю, какие условия у них, какие нет. Я в раздумьях, что делать, принимать аферту или нет. Вот. Но сейчас появилась информация о том, как это будет сделано. На самом деле, это будет сделано не так, чтобы совсем уж легко и хорошо, потому что в ВТБ надо открывать счета брокерские, ВТБ инвестиции. И более того, не просто открывать счета, а к этим счетам привязывать заново уже КВИК от ВТБ инвестиций. И этот КВИК будет работать только через ключи, которые сгенерированы. То есть, там в открытии были разные варианты вхождения в КВИК. Здесь будет только через ключи вариант. Ну, то есть, генератор ключей и так далее, и так далее. Все, кто прошел курс биржи для чайников, понимают, о чем я говорю. И я об этом как раз рассказывал в курсе биржи для чайников, как раз метод генерации через ключи. Это секретные ключи, которые создаются там два файла на моем компьютере. Два файла создаются у брокера аналогичные. Это как бы ключ и замок. И, значит, соответственно, они стыкуются друг с другом. Кроме этого, брокер понимает, что эти ключи находятся на моем конкретном устройстве. Он видит MAC-адрес этого устройства, то есть, с другого устройства туда не войти. То есть, здесь полная надежность. Мне это очень нравится, потому что это удобно. Не надо никаких смс-ок, там ничего. Просто входишь и все. Но иногда просят подтвердить пин-код, когда я вхожу из другого IP-адреса. Более того, когда я вхожу, так сказать, в свой КВИК из-за границы. Обычно там спрашивают пин-код, который он дополнительно высылает. Это нормально, это естественно. Вот. То есть, еще раз, значит, вам придется открыть брокерский счет ВТБ-инвестиции и установить КВИК, новый КВИК с ВТБ-инвестиций и подсоединить его при помощи ключей. Это надо сделать. Если у вас еще нет счета в ВТБ-инвестициях, то вам на почту должно было прийти письмо. Потому что я разговаривал в понедельник с своим менеджером, во вторник это письмо пришло не мне, а моей жене. Сейчас я его зачитаю. Почему мне это письмо не пришло? Ну, потому что у меня ВТБ-инвестиции счет уже есть давно, насколько я понимаю, и поэтому, насколько я понимаю, мне это письмо не пришло. Вот. Поэтому, значит, я привожу цитаты из этого письма, ну, почти полностью, кроме персональных данных. Итак, читаю. Ольга, здравствуйте. Это моя жена, собственно говоря. Ольга. Мы завершаем подготовку перевода клиентов в банк ВТБ в связи с вхождением АО «Открытие брокер» в группу ВТБ. Перевод осуществляется с учетом планируемого прекращения обслуживания клиентов со стороны АО «Открытие брокер» и с целью предоставления доступа к услугам и сервисам банка ВТБ для дальнейшего брокерского и депозитарного обслуживания. Ну, как бы вот, чистая информация. Дальше у меня тут идет персональная информация, которую я не хочу разглашать. Вот, дальше. Условия перевода в банк ВТБ. Перевод осуществляется на условиях обслуживания и по тарифному плану не хуже, чем условия тарифного плана в АО «Открытие брокер», если иное не установлено соглашением. То есть, условия обслуживания для вас точно хуже не будут. Перевод на обслуживание в банк ВТБ осуществляется бесплатно. Ну, это оферта, естественно, потому что, ну, это неудобство для вас, и поэтому все ваши активы будут переведены на счет ВТБ инвестиций бесплатно, то есть, без комиссии. Это важно. Вот. Статус квалифицированного инвестора и сведения о пройденных тестах будут переданы автоматически, и вам не потребуется проходить процедуру заново. Вот это вот для меня очень важно, потому что у меня есть статус квалифицированного инвестора, и если я переведу свои средства к другому брокеру, то, соответственно, этот статус, естественно, не сохраняется. Если я переведу к другому брокеру, а не к ВТБ, это одна из причин, которые, ну, скажем, останавливают меня от этих, ну, от перевода средств к другому брокеру. При переводе ИИС сохраняются все льготы, ну, то есть, там, сроки и так далее, это понятно. Открытые позиции по финансовым инструментам на дату перевода активов и структурные продукты, которые были открыты у вас в открытии брокера, будут также перенесены в банк ВТБ. Но здесь мне непонятно, значит, даты покупки этих активов сохранятся или нет, потому что от даты зависит срок владения этими активами, и от даты зависит, ну, льгота там есть. То есть, если больше трех лет вы владеете активами, то, соответственно, с вас не будет взят налог на доходы, ну, 13%, подоходный налог с роста курсовой стоимости этих активов. Вот, то есть, это тоже важно, это преимущество. С более подробной информацией об условиях перевода, ознакомьтесь, пожалуйста, в направленной вам оферте, которая прилагается к этому письму, соответственно, и на заключение соглашения о переводе на брокерское обслуживание в банк ВТБ. Ну, собственно говоря, вот преимущества перевода в банк ВТБ. После перевода вы получите доступ к экспертизе, продуктам, сервисам ВТБ. Ну, друзья мои, я вам могу сказать по секрету, что, скорее всего, это будут те же самые эксперты, та же самая экспертиза, которая была в открытии брокер, потому что у ВТБ инвестиции там, в общем, с этим было похуже. Ну, а, соответственно, эксперты из открытия инвестиций сейчас, многие уходят, честно скажу, многие остаются, там тоже полный раздрай, я тоже это выяснил. Вот, поэтому, ну, будет примерно то же самое, но в ВТБ инвестиции, наверное, есть что-то свое. Вот, а также опции, которые позволяют адаптировать работу на рынке в соответствии с запросами клиента, включая. Ну, дальше фишки, которые, значит, есть, ну, у каждого брокера есть свои фишки. Удобное мобильное приложение ВТБ мои инвестиции, неоднократно признанное лучшим на рынке. Ну, спорный вопрос, насколько оно удобно. Вот, инвестиционное консультирование, advisory, ну, соответственно, примерно то же самое, что и в открытии было, и вообще говоря, это предоставляют все, безусловно, брокеры. Робот, робот-советник, позволяющий в том числе инвестировать с помощью искусственного интеллекта. Вот это, собственно говоря, насколько я помню, в открытии инвестиции, если есть, то для богатых. Вот, ну, насколько здесь, для всех или не для всех, я не знаю. Вот, индекс ВТБ, определяющий настроение клиентов на рынке. Ну, оно есть, оно доступно, в общем, у любого брокера, если честно. Счет в плюсе, позволяющий копить и инвестировать одновременно, благодаря регулярным автоматическим платежам. Ну, примерно то же самое, что у Тинькова копилка, так называемая. Школа инвестора, обучающие курсы по инвестициям. То же самое было в открытии, я думаю, что то же самое просто и переходит. Что делать, если вы готовы принять аферту? Читаю. Чтобы принять аферту, вам дополнительно не нужно ничего делать. Если до 23 часа 59 минут 27.11.2023 года по московскому времени включительно вы не направите отказ от аферты, то открытие счетов и перевод активов на брокерское депозитарное обслуживание в банк ВТБ будут произведены автоматически до конца первого квартала 2024 года. Обратите внимание, что даже если вы приняли аферту, существуют ограничения, при которых перевод на обслуживание в банк ВТБ может не состояться. В частности, не будут переведены арестованные активы на брокерских счетах по решению судебных приставов, заблокированные ценные бумаги клиентов, которые учитываются на прямых счетах АО «Открытие брокеров» в Credit Suisse, а активы клиентов с недействительными паспортами. Ну, здесь надо позаботиться о том, чтобы паспорта у вас были все-таки действительные. Вот, тут ничего не скажешь. После открытия счетов и перевода ваших активов на депозитарное и брокерское обслуживание в банк ВТБ возможность обратного перевода ваших активов в АО «Открытие брокер» сохранится. При этом вам необходимо учитывать, что АО «Открытие брокер» планирует прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и, как следствие, будет осуществлять действие, направленное на прекращение договоров или договоров на брокерское и депозитарное обслуживание, о чем мы заранее проинформируем клиентов. Что делать, если вы хотите отказаться от оферты? Обратите внимание, что оферта может быть принята или отклонена только полностью. Частичный отказ от оферты невозможен. Если вы не согласны с офертой, то до того же самого времени направьте отказ одним из двух способов и так далее. Ну, собственно говоря, вот такое письмо. Я, честно говоря, в раздумьях. Дело в том, что я был и остаюсь патриотом открытия брокера, но открытие брокера, к сожалению, поглощается банком ВТБ. И мне это совсем не нравится. И мне не нравится то, что и банк открытия, и банк ВТБ одновременно попали под санкции. Мне это очень активно не нравится. В связи с этим есть ограничения на работу с иностранными валютами, в частности с долларом и евро. И есть ограничения на работу с иностранными ценными бумагами. Причем, несмотря на все усилия брокера, которые он предпринимал, насколько я понимаю, ничего не разблокировано, кроме некоторых ограниченного числа бумаг АДР, так называемых. То есть это акции российских компаний, которые были приобретены в виде расписок. Они, кажется, сейчас разблокируются. Есть изменения также в процессе разблокировки этих активов на самом деле. И здесь тоже не зависит от брокера, здесь зависит, соответственно, от клиентов. Пока эти процессы касаются клиентов с небольшими активами до 100 тысяч рублей, ну, собственно говоря, частично у меня попадают какие-то счета, какие-то нет. Вот, соответственно, ну, это еще один плюс того, что надо диверсифицировать свои активы. Вот, что есть хорошего из новостей еще? Смотрите, ну, в связи с вот этими событиями активизировались другие брокеры. И понятно, что они тоже заинтересованы. Ну, а понятно, что будет миграция какая-то клиентов от одного брокера к другому. Значит, далеко не всем понравится, наверное, вот то, что происходит. И далеко не всем нравятся ограничения, которые есть в открытии брокер. И далеко не всем нравятся ограничения, которые в ОТБ происходят. Но есть положительная новость. Банк России, Центробанк, он сейчас вводит постепенно уже систему перевода ценных бумаг от одного брокера к другому. То есть, когда, ну, в старые времена, это было практически невозможно, потому что за каждый перевод брокер брал комиссию там в размере там что-то 800 рублей. Насколько я помню, брокер открытия брал, если вы хотите перевести ценные бумаги, ну, не продавая их, а просто на учет к другому брокеру. Вот сейчас эта сумма сильно уменьшилась. И Банк России предпринимает все усилия для того, чтобы эта процедура была так же легка, как процедура перевода обычных денежных средств от одного, с одного счета, с одного банка в другой. То есть, типа системы быстрых платежей. То есть, буквально там по номеру телефона или там еще как-то. Вот, но сейчас, сейчас эта комиссия сильно снижена, я могу вам сказать. И я попросил вот на встрече своего менеджера, я попросил о том, чтобы он подготовил мне поручение о переводе ценных бумаг, которые доступны к торгам, из инвестиционной палаты, которая сейчас почему-то недоступна. В открытии брокер, я спросил, сколько будет стоить этот перевод, он сказал, что за каждую бумагу, за каждое поручение 65 рублей комиссия. То есть, не 800 рублей, а 65 рублей. Будут переведены, у меня там акции Яндекса есть, есть одна облигация РУС-28, если кто не знает, это очень хорошая облигация, скажем так. Вот, она для меня очень важна. Это валютная облигация в валюте и она будет переведена. Она стоит больше там 1000 долларов. Вот, и еще какая-то акция тоже, какой-то актив российской компании, то есть АДРки какие-то еще будут переведены. То есть, у меня будет три поручения, ну то есть в одном поручении три поручения. Вот, соответственно, они будут переведены из инвестиционной палати в открытие инвестиции, а что с ними дальше делать, я уже буду размышлять. У меня есть время до конца декабря. То есть, подытоживая, комиссия сейчас на перевод ценных бумаг снижена. И я уже начал вести консультации с другими брокерами, какие условия они предлагают. И уже, ну, был у одного брокера, который хочет получить себе клиентов. Но это брокер очень интересный. Они дают возможность вообще ко всему. И доступ к иностранным площадкам, и свифт-переводы у них совершенно, ну, как бы работают. То есть, все это возможно. Есть одно небольшое но. Ну, естественно, всех интересуют крупные клиенты. То есть, ну, для богатых все у нас есть. Вы, наверное, слышали, что есть уже один случай, что кто-то из России просто ему удалось выиграть, вообще говоря, ну, то есть разблокировать свои иностранные активы, которые заблокированы швейцарскими вот этими там или там бельгийскими депозитариями. Так вот, этот клиент – это их клиент. То есть, вот такая компания. Насколько, ну, каких клиентов все это касается? То есть, каким клиентам они предоставляют вот такие вот потрясающие интересные услуги? Ну, свифт-переводы у них доступны клиентам, у которых на счете в их банке от 15 миллионов рублей, а брокерские счета они открывают клиентам с активами от 3 миллионов рублей. Вот, ну, условия такие, что прямо вот вообще, как до санкций буквально. Вот. Они просили не разглашать кто, что и так далее. Но если вас это интересует, мы можем встретиться и поговорить лично. Поэтому сообщайте мне об этом. Ну, а для тех клиентов, которые, значит, не обладают такими активами, в принципе, и у меня тоже нет 3 миллионов рублей, не скрою. Поэтому я продолжаю свои поиски, свои консультации и в ближайшее время буду встречаться, судя по всему, с представителями Финам и БКС, возобновлять эти свои какие-то связи. Это брокеры, которые, брокерские компании, которые аналогично и очень крупные, аналогично открытие брокер до введения санкций, и они под эти санкции не попали. Ну, соответственно, свифт-переводы у них, естественно, не очень возможны. Я думаю, что они смогут также для очень богатых провести вот эти свифт-переводы, примерно на тех же условиях, что и тот брокер, о котором я упомянул выше. Ну, естественно, они об этом публично говорить не будут, но я как-то вот догадываюсь, что у них такие возможности есть и у Финама, и у БКС. Но гарантировать я этого не могу, естественно, поэтому я буду с ними разговаривать. Что меня останавливает? Ну, у Финама немножечко выше комиссии, насколько я понимаю, на фондовый рынок. Они предлагают потрясающие условия для перевода, значит, там какие-то льготы, скидки, естественно, по комиссиям. Но вот почему я с ними не очень сотрудничал, потому что у них все-таки комиссии повыше. Примерно то же самое касается БКС. БКС – это очень крупный брокер, тоже очень давно работает. Ну, комиссии там примерно такие же, как Финам. В открытии комиссии, ну, по крайней мере, на срочном рынке, вне конкуренции, конечно. Тут ничего не могу сказать. Поэтому я и думаю, что делать. Вот, но если вы хотите отказаться от Ферты, то, соответственно, напишите мне, сообщите. Я, возможно, подготовлю для вас. Ну, во-первых, мне знать просто, какое количество людей, чтобы понимать, надо мне вообще, так сказать, париться по этому поводу или нет. Вот, и, соответственно, смотрите на свою почту внимательно, потому что все эти сообщения приходят на почту, а тут мне недавно кто-то в чате написал, что, типа, что это такое, почему у меня никто не спросил про, хочу ли я переводить свои средства в инвестиционную палату или нет. Ребята, об этом сообщалось за полгода, насколько я помню, там, или там, ну, по крайней мере, долго-долго-долго несколько писем приходило и так далее, все было аналогично, а он только проснулся и выясняет, что его средства в инвестиционную палату без его спроса. Всем поступает Аферта. Если вы ничего не делаете, предполагайся, что вы ее принимаете, как я уже выше сказал. Вот, поэтому, для тех, кто не читает письма, я и снял, собственно говоря, видео, вот, ну и, может быть, какая-то у вас дополнительная информация, спрашивайте в комментариях к этому видео и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.